девчонки сейчас хочу начать делать пластилу не знаю как у меня все это получится не получится буду пробовать смотрите сколько у меня яблок сколько здесь пластилы выйдет я не знаю вот сейчас я начну и потом посмотрим вот он силиконовый коврик который вам показывала и на нем пластила вот такая вот получилась пластила у меня прикольная вот шкурочки не обрезала и она такая вот рыхлая наверное все-таки шкурки надо срезать тогда она будет более гладкая сейчас я ее свернуть в рулетик положу в чашечку у меня еще два листа пластилы еще на моем коврике и бумаги так сушу я верх-низ конвекции иногда конвекцию выключаю просто верх не составляю и градусы на 100 градусов даже чуть побольше сделала так у меня два листа выглядит вот это на моем листочке это я уже знаете вот с одной стороны посушился с другой стороны посередине почему-то вот видно больше было яблок поэтому она плохо посушилась я ее развернула и досушиваю получается и здесь тоже на бумаге на такой вот для выпечки там тоже уже принципе подсохла но я вот не знаю как я с ней снимать буду получится не получите маслом смог смазала как раз вам покажу вот такая вот пластила у меня получилось такой рулетик вот так я поставил в общем нарезала на 3 кусочка поставила сюда в пластиковый контейнер чтобы они немножко подсыхали и закрывать не буду чтобы они проветривались подсыхали немножко вот такая красота получилась на вкус тоже очень вкусно вот такая вот пластила дети сейчас увидят только так все скушают сейчас еще получается две два листочка и как раз полный контейнер будет мне очень вкусно это лучшая пластила чем магазин серьезно вкусно там очень-очень вкусно да очень она еще из яблок а если я такие много-много наделаю на зиму и вы конфеты вообще не будете есть только пластилу будете есть да яблок мне понравился тоже от него легко очень все отлипается все классно сейчас я еще раз положу еще будет сушить все здесь пластила еще один всем привет сегодня новый день новый блог я вот сегодня решила покраситься уже тянуло тянуло время думаю блин воду постоянно так и будто отключать теперь сейчас пока вода есть я решила вот немного привести себя в порядок этот раз я выбрала вот такой цвет 515 морозный шоколад такой типа коричневатый что должен быть доли после сейчас нанесла все это выглядит вот так больше на баклажаны похож если честно он на шкафы сажает а кошка спрыгивает оттуда отойди вот и риска жирненькая киска даже не знаю повезло тебе или не повезло как ты отсюда будешь спрыгивать вот так она на стол и сюда она тоже не понимает как она будет спрыгивать нет она на стол вот сюда и в нафте и нафте ты не боишься что она ударится может с высоты нет она не ударяется тюмая 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 ну давай спрыгивай посмотрим как ты отсюда спрыгнешь нафиг надо скажи я тут посижу я спрыгну скажи опять меня засунуть куда-нибудь туда и засунуть пойдем слази мы корм дадим ириска пойдем стой ириска пойдем пойдем слази а вот корм а ты иди ты иди туда что же смотри на лицо так что не что что мне корм дадут да ты что как это так я без корма вау 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 дай мне корм Давай, давай, дай теперь корм, не обижай кошку. Так, девчонки, напишите в комментариях, интересно ли вам будет каждый день, что я буду снимать, что я готовлю. Допустим, на завтрак, на обед, на ужин, что я готовлю. Сегодня на ужин у нас получается будет рис с курицей в духовке. Как бы это плов такой получается в духовке. Что я сделала, я на сковородке обжарила лук, морковку, чесночок, приправы всякие. Потом насыпала полтора стакана риса, промыла его, насыпала, все это перемешала, обжарила слегка. Выложила вот такую вот обязательно глубокую форму рис. Сверху положила маринованную курочку. Она у меня была до этого, я когда покупала, помните, бедра. Я сразу всю замариновала, потом несколько штук я вот запекла в духовке тоже с картошкой и вот три штучки оставила. И вот сейчас как раз достала, разморозила, очень удобно, кстати, это. Выложила сверху риса. И сейчас мне нужно будет все это залить тремя стаканами вот такими вот холодной воды. Вот такая красота у меня получилась. Сейчас я фольгой все накрою и отправлю в духовку запекаться на час 180 градусов. Поставила курицу в духовку. Вот. А мне уже пора идти смывать краску с головы. Вот. Не знаю, вчера я вам показывала, не показывала. Пластила. Вот сколько у меня пластилы. В общем, получилось, что дети еще ели. Я ее порезаю. Поставила. Здесь она досушивается. Получается открытая вот так вот, чтобы проветривалась. Вот так прокрасилась, в общем. Я же не могу так снимать. Давай. И закрепляем, пробомогой это. И взади. И все, и вот он, и он готов. Как там, сделается так? Ветеминки и пелец. Повернусь, давай к свету, повернусь. Ты свет не закрепляй. Они блестят хотя бы? Нет? Прокрасилась там? Да. Не испачкана, ничего. Красивая. Кожа немножко только. Лечим чуть-чуть. Сняла фольгу. Вот так вот это все выглядит. Пловик поднялся. Сейчас мы его подрумливаем. Еще. И будет все хорошо. Вот так, в общем, я покрасилась. Мне, в принципе, цвет нравится. Он такой обычный, простой. Такой вроде бы как коричневого. Коричневого баклажана, что ли, я не знаю. В общем, морозный шоколад цвет называется. Теперь буду ходить так. Духовку запекала. Отключаем. Вот так, к концу. И сейчас будем открывать. Подрумянилось хорошо. Мне надо, главное, чтобы рис был теперь готовый. Сейчас я вытащу. Смотрите, как подрумянилось курочка. Ароматы-то какие. Сейчас будем пробовать. Так, где меня вилка. Кстати, у кого не получается рассыпчатый рис, в духовке у вас 100% он получится. Вот у меня не получается рассыпчатый рис. А вот в духовке, смотрите, какой он классный. Вот эти. Обалденный просто вообще. Надо попробовать еще, какой он на вкус. Если все будет очень вкусный, то я буду всегда так готовить. Вообще первый раз так делаю. Запах просто потрясающий. Вкусненько, но надо, чтобы еще немножко он постоял. Аж некоторые резинки. Они такие еще жестковатые. Надо еще посолить немножко.